58-летний полтавчанин Сергей, несмотря на солидный возраст, еще в феврале пошел на войну добровольцам. Взяли в танкисты. Сражаться с захватчиками пришлось в Луганской области. Попали мы воевать вот в такое место тяжелое, Лисичанск, Горская, Грубовка, Триполия, Попасная, ну выше Бахмата туда. И 19 мая надо было останавливать наступление. Выехали на рубеж, ну и там я уже был подбит тремя птурами. Тот кровавый бой российские оккупанты сняли с беспилотника. Вот в танк Сергея попадают ракеты. А это собрат оттягивает его от подбитой брони. Потом Сергей приказал товарищам уходить и достал пистолет, чтобы не достаться армейцам России живым. Пока вытаскивал механика, получил мино-осколочное ранение. Очень тяжелый был трехсотый. Меня тащили ребята метров на 30, на 40 от танка. Экипаж я отпустил, потому что меня уже никуда не дотянешь. Тогда я приготовился уже отходить туда. Достал пистолет. Но застрелиться Сергей не успел, потерял сознание. Вот в таком ужасном состоянии с его изуродованной ногой российские военные взяли его в плен. Так, рано сейчас посмотрим. Когда получили ранение? Вчера где-то в 12 часов. Осколок или что? Мина. Помощь кто вам оказывал? Да никто не оказывал. Пацаны с разведки забрали меня, вмотали. Ну давали с петанов, скажи, два раза провели. В плену Сергей провел почти полтора месяца. Сначала в госпитале, потом в луганском СИЗО. Условия и отношения, говорит, были плохими. Было такое хамское отношение, конечно. Такие перевязки были, знаете, лечили плохо. Ну, в СИЗО кто там вас будет лечить? Сергей попал в списки на обмен и сейчас вместе с другими искалеченными воинами находится в Запорожской больнице. Медики утверждают, психологическое состояние у прошедших плен не самое лучшее. Помощь была предоставлена как медицинская, так и психологическая. Потому что, конечно, люди были психологически в очень сложном состоянии. Поэтому максимально, в первую очередь, было им предоставлено очень много внимания. Впереди у Сергея длительное лечение и реабилитация. Планов на будущее нет. Говорит, сначала нужно крепко встать на ноги после ранения. Андрей Почтев, Артем Деженков. Специально для марафона Freedom на канале UA.